Привет друзья. Для ремонта кузова, подвески, тормозной и выхлопной системы нужен подъемник либо гаражная яма с домкратом. В крайнем случае мини эстакада. Но есть еще одна интересная вещь, которая может заменить все это. Опрокидыватель. Эта штука может положить авто почти на бок. Если его поставить спереди либо сзади, приподнимет ось на высоту более метра. Кроме того, моя конструкция позволяет поднимать авто за ступицу. С колесом либо без. Такой способ незаменим при ремонте порогов, магистрали топливной и тормозной системы. К плюсам я бы отнес хорошее естественное освещение и комфортную для работы высоту. В яме, как и на подъемнике руки держишь над головой. Здесь они ниже, поэтому не затекают. Сегодня покажу как его делал. Протестируем на разных авто, а параллельно расскажу о недостатках и подскажу как это улучшить. Для самоделки купил на барахолке таль на две тонны. Три куска шестидесятой трубы и с полметра такой полосы. Поскольку в этом деле многое зависит от качественной сварки, выбрал электроды Атлант. На ютубе много обзоров, где их хвалят и скажу вам оправданно. Перед тем, как приступить к сборке, будучи любителем самоучкой, вначале опробовал электроды сам. Тонкостенные профильные трубы можно ларить не только двойкой, но и тройкой. Подсказки по настройке силы тока и прочая информация есть на упаковке. Толстые пластины и усиленные трубы, приятно варить не только тройкой, но и четверкой. Даже начинающий сварщик, просто протянув электрод по металлу, сделает аккуратный шов. Не скажу, что мои швы охрененно красивые, потому как и сам любитель, но подрезов и непроваров нет, а это значит, что сварочные швы будущего опрокидывателя выдержат нагрузки. Чтобы окончательно развеять свои сомнения, разрезал пластину, которую сварил встык. На срезе шов незаметен. Но если попробовать согнуть, видно, что глубина провара вполне приличная. Кстати, производитель позиционирует рутиловые электроды атлант, как электроды для начинающих сварщиков и для применения в бытовых условиях. От себя могу добавить, что эти электроды могут варить, как переменкой, так и постоянкой, с прямой и обратной полярностью. Слой обмазки больше, чем у конкурентов, благодаря чему можно варить ржавые и окрашенные поверхности. Дуга все это сжигает и вместе со шлаком разгоняет. На изгиб обмазка держится не хуже, а где-то даже лучше, чем у конкурентов. Электроды по адекватной цене можно найти на Озоне. Итак, первым делом подготовил несколько трафаретов для круглых труб. Готовые трафареты найдете у меня на сайте. Выполнил разметку. Кроить металл можно как у шеи, так и с плазморезом. Плазморез круглое отверстие делает быстрее. Вырезал 4 косынки для подвижного блока. Все зачистил. Срез совпал идеально. Трубу для подвижного блока с нужным внутренним диаметром не нашел. Поэтому сделаю вкладыши. Раскроил на полосы. Зачистил. Прихватки делал изнутри. Лишнее зачистил дремелем. Для центровки намотал журналовых газет. Опорную трубу зафиксировал магнитными уголками и сделал прихватки. Передвинул подвижный блок наверх. Проверил диагонали и временно прихватил профильную трубу. После чего основательно обварил упор. Далее подровнял трубы подвижного блока и за несколько подходов сделал жирные прихватки. Затем прихватил и обварил трубы, на которых будет находиться таль. Зазор в одном месте был достаточно большой. Варил с отрывом и электроды атлант не подвели. Висеть будет таль на этом стальном пруте. Осталось приварить пару заглушек и косынок. Заглушки сделал для красоты, а вот косынки для жесткости не помешают. В теории стойки из труб под нагрузкой может повезти. Поэтому дополнительно связал стойки с роковой трубой. Обратите внимание на то, как шлак отваливается сам, когда остывает. Косынки и все до чего смог дотянуться электродом обварил с двух сторон. Полукруглые косынки у меня получились узкими. Делайте их сантиметра на 3-4 выше. Газеты и журнал уже достал, чтобы не горели. И пока буду варить косынки, расскажу историю про электроды. Купил значит как-то я две пачки электродов, подчеркиваю разных производителей и начал делать стул Тен Сегрети. Инвертор был почти новый. Первый открыл пачку электродов известного производителя. Сварка не задалась. Электроды липли и даже если успевал поймать дугу, она сразу обрывалась. Думая, что причина в электродах, открыл новую пачку другого производителя. И опять все то же самое. Решив, что проблема не в электродах, а в аппарате, отвез его на диагностику. На следующий день позвонили с сервиса и сообщили, что аппарат исправен и нет необходимости в ремонте. Вот эти электроды. Специально для вас покажу, как они варят. Возможно их нужно прокалить при температуре 350-400 градусов, как это написано на пачке. И если бы кухонная духовка могла поднять температуру до 400 градусов, я бы это сделал. Но специально для прокалки одной пачки электродов вытягивать газовую печь, мне как то бей. После того случая электроды покупаю только проверенные. Кстати, в отличие от основных, рутиловые электроды Атлант можно колить в обычной духовке при температуре 110-130 градусов. Так, поскольку это будет самый ответственный узел, дополнительно приварил еще несколько косынок. Сборку закончил, осталось покрасить. Красил краской 3 в 1, которую покупал для проекта с компрессором. Стойку сделал черной. Подвижный блок желтым. Но это еще не все. Пока сохнет краска, сделаем ступичный держатель для ремонта порогов. Первую версию сварил из старых тормозных дисков. Вырезал две детали с готовыми отверстиями. Прикрутил к шпилькам. По центру ставил стальную обойму из трубы. Прихватил по месту, чтобы отверстия совпадали. После снял, обварил и покрасил. На первом же испытании понял, что тормозные диски для таких целей не годятся. Потому как сделаны из чугуна. Легкий удар молотком и ухо отлетело. Пришлось сделать новые держатели, только из стальной пластины. Еще за кадром в стойках просверлил дюжину отверстий. Это дополнительная блокировка подвижного блока на случай поломки талии или обрыва цепи. Дополнительно для страховки сделал простейший упор с регулировкой по высоте. Как он работает? Боковым болтом можно делать грубую регулировку с шагом 8 сантиметров. А внутри приварена гайка и вкручен болт с пластиной, которая упирается в болт грубой регулировки. Сделаем отметку маркером и покрутим верхнюю трубу. Стойка поднимается. Если крутить обратно, опускается. Ну а теперь испытаем опрокидыватель на легковушке. Открутим три гайки. Оденем ступичный держатель. Зажмем. Теперь кольцо. Ставим опрокидыватель. Поднимаем подвижный блок и слегка наклонив, оденем. Все. Опрокидыватель уже не упадет. Ставим таль. Случайных царапин на кузове не будет, потому что таль висит снаружи. Оденем крюк. Можно смело поднимать машину. Чем выше поднимаешь, тем легче поднимать. Главное не перестараться, потому что если поднять выше 45 градусов, машина действительно может лечь на бок. Да, глядя на эти пороги, хочется плакать. Но на днях все заменим. Теперь опустим и попробуем поднять без ступичного держателя. Берем трехметровую 60 трубу. Передвинем опрокидыватель. Не забываем про кольцо. Сталь. Подложим пару прокладок. И можем поднимать. Труба с обратной стороны просто лежит на плитке. Со стороны талии опирается на прокладки. Пороги в таком положении ремонтировать неудобно. Но заменять суппорта, ступицу, шрус и разбирать стойку удобнее, чем с ямы. Хорошо. Теперь попробуем поднять более тяжелую машину. После чего покажу, что можно улучшить и поговорим о недостатках. Это Тойота Сиена и тоже нуждается в замене порогов. Процесс установки точно такой. Ставим ступичный держатель для Сиены. Одеваем кольцо. Теперь опрокидыватель. Таль. Как по мне это даже быстрее и проще, чем открыть и закрыть гаражную яму. Поднимем градусов на сорок и поставим подпорку. Но как видите ничего сложного. Этот опрокидыватель поднимет и микроавтобус. Что бы я здесь изменил. Вертикальные трубы подвижного блока можно увеличить с 20 до 30 сантиметров. Либо уменьшить люфт этих труб до 2 миллиметров. У меня люфт около 6 миллиметров, отчего при опускании подвижный блок идет на перекос и слегка закусывает стойки. Ситуацию исправит Литол, но тогда можно испачкаться. Дальше. Если вам нужен опрокидыватель исключительно для легковых авто, стойки можно сделать из 45 трубы со стенкой 4-5 миллиметра. Конструкция станет легче на треть. Больше ничего бы не менял. Теперь по недостаткам. Во-первых, опрокидыватель не годится для замены масла и тасолы. Почему наверное понятно. Второе. Опорная труба при подъеме устойчиво стоит на траве, на мягком грунте немного зарывается, что не критично. Но на асфальте и бетонном покрытии в теории может соскользнуть. Как вариант сделать разборную обвязку, идущую из-за противоположных колес. Третье. Бытует мнение, что при подъеме авто за ступицу может лопнуть лобовое стекло. Я не нашел ни одного подтвержденного случая с фото и видеоматериалами. Возможно такое случалось на опрокидывателях до перестройки еще при союзе. В наше время настолько сгнивший кузов я бы не лечил, а утилизировал. Четвертое. Сделать универсальный ступичный держатель для всех авто невозможно. Потому как даже у одной марки авто разболтовка колес может быть разной. Тем не менее совпадение бывает. Допустим у Тойота Сиена разболтовка 5 на 114.3. Посмотрим у кого еще она такая. Ну вот есть Крайслеры. Единичные Део. Дайхадсу. Пара доджиев. Фордов. Четыре Хонды. Киа. Немного больше Маст. Митсубиши и Нисанов. Кстати. Бонусом хочу подкинуть вам еще один лайфхак. Ступичный держатель можно использовать как лебедку. Я буду брать его с собой на рыбалку и за грибами. Сел к примеру в песок. Прикрутил к колесу. Накинул буксировочный трос. Руль поставил так чтобы трос наматывался ближе к колесу. И не спеша потихонечку выехал. Вот кажется и все что я хотел сегодня рассказать и показать. Если будут вопросы спрашивайте. Комментарии я не только читаю, но и отвечаю. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.